В апреле 2023 года храм в честь святых покровителей семьи Петра и Февронии, расположенный на окраине Хантамансийска, был освящен великим чином главой митрополии, и вот новая большая радость. По личной просьбе владыки Павла из Муромской епархии на вечное хранение доставлен ковчег с мощами святых благоверных князей Петра и Февронии. Сегодня забожествовали другие, молятся и помогают и утешают нас эти благоверные князья Петра и Феврония. Они прибыли сюда своими мощами, частицей своих мощей и пребывают вместе с нами. Храм, хотя и находится в отдалении от центра Хантамансийска, практически всегда полон и по-настоящему семейный. Среди прихожан есть и многодетные семьи, которые сами участвуют в работе воскресной школы и организации приходских праздников. Теперь святые покровители семьи, любви и верности стали еще ближе. У православных есть понятие семейная церковь, домашняя церковь. А вот сюда, когда приходишь, ощущаешь, что церковная семья здесь. Чувствуется теплота, приветливость всех. И очень отрадно здесь всегда бывает. Но благодати много не бывает. И сегодня такая радость, что явились сюда мощи Петра и Февронии. Месяцы юбря, восьмой день, нападут святые преподобные ученицы Февронии. Православный Хантамансийск имеет свою историю почитания святых благоверных Петра и Февронии Муновских. В начале 2000-х прихожане Знаменского храма города поставили спектакль по житию Петра и Февронии. Сейчас за литургии причащаются дети и внуки создателей православного театра. Сегодня к причастию я подносил крестника Илью. Это внук, так сказать, тех людей, которые участвовали в создании этого спектакля. Посмотрите, как присутствие князей Петра и Февронии рождает семьи. Посмотрите, как присутствие Петра и Февронии рождает вот такой вот прекрасный храм. И хотелось бы вас видеть здесь, в этом храме, чтобы вы приняли участие в этом празднике постоянного чуда, которое сопровождает собой появление святых благоверных князей Петра и Февронии. Помощь святых покровителей семьи особо важна в нынешнее время нестроений и угроз по всему миру, чтобы укрепить традиционные семейные ценности в нашем Отечестве и сохранить их для будущих поколений. Сейчас мы видим, как много сил затрачивается на то, чтобы разрушить именно семьи во всем мире. И в нашем Отечестве, в нашем государстве, наоборот, большое значение придается семье и нашей молодежи. Поэтому, если наша молодежь, она в Боге живет, то, соответственно, это уже как следствие крепкой семьи, значит, крепкого нашего Отечества и крепость нашей Церкви православной. Редко такое бывает, что построенный храм имеет частицы своих небесных покровителей, частицы мощей их, а значит, они присутствуют здесь своим телом, своей душой вместе с нами и помогают нам в том, в чем они преуспели. Они преуспели, скажем, в земной своей жизни, прославляя ценности семейные и показали пример семейной жизни. И вот я думаю, что для нас это очень-очень важно сегодня в это время, когда у нас не совсем потерян институт семьи, но во многом он поврежден, я бы сказал так, поврежден очень сильно, и, конечно, возрождать сегодня полноценную христианскую семью, я думаю, будут они помогать нашим молодым парам, молодым людям в создании семей и правильности их жизни. В новом прекрасном храме в честь Петра и Февронии очень надеются, что придет и время росписи. И прихожане, и настоятель верят, что найдутся люди, которые возьмутся помочь в этом благом деле. Есть желание, есть стремление, поэтому те, кто нас смотрит сегодня, то как раз есть такая возможность поучаствовать в этом добром деле. Пожалуйста, обращайтесь. Мы всем рады, те, кто желает благоукрашать храмы, чтобы, заходя в храм, такое ощущение было, что на самом деле ты на небе. Мать и Феврония, ты нам помогай, мудростью Божией жен умудряй, чтобы, сияя ночи, как маяк, свято хранила семейный очаг. Петре святый, охраняй нашу жизнь, а греков меч наготою держи, чтоб никогда сопротивно орать, Божьи устои не смело попрать. Делегация Югры приняла участие в работе Международного фестиваля православных СМИ «Вера и Слово». В нынешнем году он проводится уже в десятый раз. Задача фестиваля – консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества церкви и современного общества, поиск путей развития системы православных СМИ. Организаторами традиционно выступают синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и пресс-служба патриарха. В программе фестиваля «Круглые стволи» и мастер-классы, встреча с лидерами общественного мнения, презентации информационных и социально-культурных проектов, различные панельные дискуссии. Видео заинтересовало. Оно может вызывать неоднозначные реакции какие-то, но сам факт того, что оно может стать потенциально интересным для трендов, скажем так. Представители церковных образований Русской Православной Церкви ответственные за работу со средствами массовой информации собираются в Москве каждые два года, чтобы обсудить насущные вопросы взаимодействия и возможного заработничества с журналистами и, конечно, обменяться бесценным в некоторых случаях опытом. В этом году фестиваль, вероятно слово, десятый, юбилейный, и я принимаю уже третий раз участие, каждый раз что-то для себя узнаю новое. Это прекрасная возможность встретиться с коллегами с других регионов страны, не только пообщаться, поделиться какими-то своими наработками, узнать что-то новое от них. Это возможность людям, которые занимаются информацией в церкви. Раньше это было газеты, журналы епархиальные, часто в основном сайты, уже даже не сайты, а соцсети, блогеры православные, которые, в общем-то, представляют не столь епархию, сколько лично себя. Они делятся опытом, говорят о том, как писать, как снимать, о чем говорить, как говорить, как подавать, как распространять информацию. И обогащаешься этим опытом, берешь для себя то, что возможно взять. Безусловно, такие мероприятия очень важны и очень нужны именно для людей, кто транслирует позицию церкви к обществу, и от общества может доносить, наоборот, позицию общества, что творится в обществе, до церкви. Центральное событие фестиваля «Вера и Слово» – встреча участников со святейшим патриархом Московским и всей Руси Кириллом в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Здесь и слово Пересвятителя, и ответы на насущные для каждой отдельной взятой епархии, но важные для всех вопросы. Мы живем в эпоху, когда человеческие общества получили наименования информационные. И в самом деле роль информации настолько велика, что с ней мало что может сравниться по влиянию на историю. И те люди, которые работают в сфере информации, конечно, несут ответственность огромную как за настоящее, так и за будущее. Вот поэтому, сознавая важность в том числе и той информационной работы, которая проходит в недрах нашей церкви, которая обращена, еще раз скажу, и вовнутрь, и вовне, вот эти люди, конечно, нуждаются в том, чтобы через взаимное общение, сотрудничество, каждому приобретать новые какие-то компетенции, новый взгляд на проблемы, расширять свой кругозор, ну и тем самым повышать уровень информационной работы. Председатели отделов по связям с общественностью, епархиальные пресс-секретари, журналисты, работающие в православной тематике, блогеры православных сетевых ресурсов обсуждали самые разные темы от глобальных вызовов современности до лайков и дизлайков в постах соцсетей, от ракурсов и планов на фото правящего архиерея до антикризисных мер в случае нежелательных публикаций. Эти и другие важные вопросы стали основой работы кругового стола «Кризисное реагирование епархиальных пресс-служб». Представитель их антикризисской епархии, председатель профильного отдела «Отец Антоний» выступил одним из спикеров обсуждения кризисных ситуаций, возникающих в епархиальном медиапространстве. Он поделился опытом своевременного реагирования и методами грамотного общения с представителями региональных СМИ. Я в этом году рассказывал о том, какие проекты у нас действуют, также совместные с телеканалом «Югра», какие проекты еще намечаются. И в целом, я думаю, это очень прекрасный, очень хороший опыт, когда мы вместе встречаемся, когда приводят серьезных спикеров, которые в этой теме уже давно работают. Такая ситуация, что у нас отдельные священники в епархиях, они по должности должны стать журналистами. Но хотя бы не журналистами, это идеально, чтобы они сами были журналистами, но хотя бы медийными личностями. Или умели организовать этот процесс, умели его построить, понимали его, знали, кого привлечь, о чем говорить, писать, снимать, показывать, как это делать. Мне хотелось именно попасть в среду единомышленников, людей, кто работает с православной тематикой. Я потрясена уровнем организации, уровнем спикеров, темы, которые поднимались на фестивале. Вы знаете, сегодня такие вызовы общества серьезные, которые задают очень много вопросов. Где найти ответы как раз вот на таких мероприятиях? Этот праздник очень важен и почти самый главный праздник, потому что в этот день родился Иисус Христос. Оттого и название Рождество Христово. В нынешнем году участниками фестиваля «Вера и Слово» стали добрые друзья и соработники нашей Халимансийской епархии из Нижневартовского координационного центра социальных проектов, создателей видеопроекта «Добрый город. Православного контента для детей и взрослых». С 2018 года он уже развился в дочерние проекты. Сейчас создатели ожидают решения по президентскому гранту на продолжение его реализации. Сейчас, общаясь с участниками фестиваля, мы понимаем, что каждый делает свою работу в том направлении, которое он нащупал. Он чувствует, что это необходимо для их зрителей, для их читателей. И я думаю, что вот это направление, просветительская работа, именно православное, духовно-нравственное просвещение, оно очень важно, и много его не бывает. То есть нужно каждому на своем месте делать то, что он может, то, что умеет и то, что у него получается. По итогам фестиваля Хантамансийская епархия получила диплом за вклад в молодежное служение церкви. Духовно-просветительский проект «Добрый город» награжден за программу «Дети о вере». Также отмечена многолетняя работа журналистов-создателей православной программы «Воскресенье» окружного телеканала «Югра». В любом случае, отрадно, если основой таких форумов становится ответственность за сказанное слово и помощь человеку на пути к вере. Весомая составляющая работы, наверное, всех православных СМИ. Редактор субтитров А.Семкин